Доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенная Украина Игорь Петренко присоединяется к нашему эфиру. Игорь, приветствую вас. Приветствую вас, добро утро. Игорь, представители Китая озвучили свое видение дальнейшего развития событий, свой мирный план относительно того, как должна закончиться война, развязанная Россией против Украины. Среди прочего, там есть заявление об уважении суверенитета государств, но, тем не менее, призвали к тому, чтобы снять односторонние санкции. Как вы считаете, каким образом все это совмещается в позиции Китая относительно войны? Да, в принципе, это нормально совмещается. Традиционный подход Китая, когда он стоит в сторонке и смотрит. В данном случае он тоже так поступает. Да, есть много сейчас заявлений, и, скажем, градус поднимается в части того, что Китай там может. Вот видите, что они, вот американцы говорят, мы можем публиковать информацию о том, что Китай там размышляет или там думает, готовится. Но готовится даже нет, нету такого пока слова. Вот, размышляет. Размышляет о том, чтобы там как-то помогать. В принципе, в определенной степени Китай помогает Российской Федерации. Это касается, так, скажем, товаров, которых мы можем назвать двойного назначения. Вопрос, скажем, помощи определенных технологий, скорее всего, он тоже существует. Но, опять же, сказать, что это напрямую, вот Китай дает, берите это, вы там на войну, вы там молодцы, мы вас победим. Нет, я бы даже не говорил, что Китай, он союзник Российской Федерации. Он абсолютно действует на своих прагматических интересах. И заявление о, допустим, о том, что должен быть мир, и вот что у них есть инициатива, прекратите, значит, там, короче, стрелять. А для этого, значит, должны быть какие-то уступки в виде, там, снятия санкций и так далее. Ну, это ожидаемо достаточно, позиция Китая. Тем более, да, действительно, когда мы говорим о Китае и его видении войны Российской Федерации против Украины, здесь тоже нужно смотреть на геополитический контур. Да, есть конкуренция между США и Китаем, хотя до последнего времени, в частности, вот этого скандала с воздушным шаром китайским, который через Канаду залетел в Соединенные Штаты Америки, они готовились к большему диалогу, к расширению диалога. Вы знаете, что готовился визит Блинкена в Китай, потом его пришлось отменить в связи с ситуацией с шаром, да, там, у них вообще это было как в режиме реального времени, там, вот такое реалити-шоу, сбивать, не сбивать, там, как стрелять, а что это означает и так далее. Они там несколько дней активно это обговаривали, ну, и, конечно, это был не очень хороший фон для визиты Блинкена и, возможно, каких-то договоренностей, там, с Китаем по определенным вопросам. Но я думаю, что две страны, они ищут этот диалог и не станут рисковать тем прогрессом, который у них уже есть, определенное взаимопонимание, тем, что Китай возьмет и поставит себя под удар возможными какими-то поставками непосредственно боеприпасов для Российской Федерации, поскольку он реально понимает, что тогда у США не останется ничего другого, как вводить санкции. Я думаю, что тот же Байтон, он хотел бы более прогнозированных отношений с Китаем, более мягких, но у него есть внутренняя ситуация, когда против него захотят это использовать, какие-то уступки, какой-то диалог без каких-то определенностей. Оппозиция, в том числе и республиканцы, говорит ему, смотрите, тут вы помогаете оружием, тратите наши деньги, а тут вы, значит, входите в какие-то договоренности с Китаем, которые помогают нам России и так далее. Поэтому здесь нужно разрулить эту ситуацию. Китай тоже понимает внутренний контекст, но, с другой стороны, они же не хотят выглядеть слабыми. Это тоже очень важно, и это тоже нужно понимать, как будет действовать, скажем, Китай в этом плане, не признавая своих каких-то ошибок и так далее. Поэтому мирная инициатива Китая, они будут, ну, как бы об этом говорить, что вот мы, как один из полюсов, да, вот у нас есть видение, скажем, ситуации, и они будут говорить, мы последовательно выступаем за мир, переговоры и все. А вот, скажем, другие страны, они опять же там видят эту ситуацию, скажем, по-другому. Игорь, сегодня годовщина полномасштабного вторжения, и вот хочется затронуть следующий аспект. Международная поддержка Украины, она в позитивном смысле этого понятия, на самом деле сейчас на устах всего мира. Давайте вот проанализируем за этот год, какие основные победы Украина получила именно на этом фронте. Ведь сделана была просто, проделана колоссальная работа, согласитесь? Абсолютно, ну, колоссальная работа, и здесь нужно отметить и работу Министерства иностранных дел, и президента Зеленского. Поскольку, ну, скажем, то место, которое сейчас занимает Украина в мире, и то отношение, которое она имеет, тот уровень поддержки, который мы получаем, тот уровень качества антироссийской, скажем, коалиции, которую мы имеем, он беспрецедентный. У нас беспрецедентные союзнические отношения с Соединенными Штатами Америки, визит Байдена, который был буквально несколько дней назад, он об этом свидетельствует. А далее у него тоже свидетельствует выступление Байдена в Польше, в Варшаве. Когда я там специально не подсчитывал, но мне показалось, что он раз 12, наверное, если не больше вспомнил Владимира Зеленского, апеллировал к Украине. Ну, понятное дело, там тематическое, скажем, такое было выступление. Но в целом это достаточно показательно. У нас на очень высоком уровне отношения тоже это беспрецедентное союзничество с Великобританией. Вот в 2020 году тогда Зеленский совершил визит в Лондон, был подписан договор о стратегическом сотрудничестве. Вот с этого времени оно начало активно развиваться. До этого, ну, скажем так, что у нас настолько близких отношений с Британией не было. А с начала полномасштабного вторжения и до начала полномасштабного вторжения Британия была одной из тех стран, которая рядом с Соединенными Штатами Америки реально помогала, в том числе вооружением Украине, поставками. Ну, НЛО, мы все помним, как это происходило. У нас сейчас отношения с Евросоюзом тоже вышли на новую ступень. Ну, во-первых, да, мы, скажем, получили статус ассоциированного члена, скажем так, который уже готовится к выступлению в Европейский Союз. Мы все видим то отношение, которое проявляет к нам Европейский Союз практически все страны, особенно руководство, Шар Мишель, Усула Фондерляйн, и уровень поддержки. То есть это и финансовая поддержка нашей экономики, и сейчас вооруженное оружие, и танковая коалиция, и мы видим, сколько стран Европейского Союза входит Армштайн, непосредственно антироссийская, скажем, такая коалиция. Особенно, особенно, особенными отношениями у нас стали с странами Восточной Европы. Балтийские страны, Польша, Чехия, это, скажем, те страны, которые, несмотря на, скажем, ограниченность в некотором плане своих возможностей, они очень помогали Украине, они помогают, и приютили у себя наших граждан, которые уезжали с горячих точек, и выступают адвокатами Украины. И в рамках НАТО, и в рамках Европейского Союза, и всех других возможных инициатив. Очень еще хороший момент, который нужно отметить, это то, что мы начали работать с теми регионами, которые раньше мы не работали очень плотно. Это и Африка, мы видели ряд визитов в эти страны. В некоторых странах мы вообще впервые открываем посольские службы. Пока мы еще есть вопросы по Латинской Америке, мы там практически не представлены, мы видим, что они занимают достаточно, не то чтобы антагонистическую позицию, но больше такую пророссийскую, по той риторике, которую мы видим. Очень хорошие отношения у нас сейчас выстраиваются с Австралией, с Новой Зеландией, то есть с регионом Австралии и Океани, и это тоже очень хороший сигнал. Я думаю, что для нас очень поддерживать этот уровень, расширять Европейские Союзы и Соединенные Штаты Америки, Канада, с Канадой, кстати, да, тоже отношения вышли на новый уровень. Там Британия, две проблемные зоны для нас это Азия, в том числе Китай и Латинская Америка. Там, где нам нужно будет сделать больше акцент на этом. Но то, что президент тот же Зеленский у нас на сегодняшний день один из самых популярных политиков, в том, что Украина, она уже год не сходит с первых страничек масс-медиа во всех странах практически, да и вообще с повестки дня всех площадках возможных, там, организаций и так далее, это говорит о многом, это действительно большая титаническая, скажем, работа. Просто вспомните, что там буквально там в первые недели активно обговорила, что вот, а когда там Запад устанет, там, да, в течение первого месяца и так далее, постоянно поднимался этот вопрос, да вот устанут, не будут, там, поставлять и все остальное. На сегодняшний день мы имеем, что расширение номенклатуры поставки вооружения, то есть, ну, мы вряд ли себе можем представить, что то вооружение, которое мы на сегодняшний день получаем, мы могли бы получать, там, еще даже до вторжения, там, Российской Федерации или сразу после. Очень показательным тоже является это уровень санкций против Российской Федерации. Да, в некоторых вопросах, они, знаете, носят взаимнокомфортный характер, к сожалению. Вот, но в целом, все равно они расширяются, увеличиваются, и есть даже информация, скажем, держим пальцы скрестя, да, что будут санкции против Росатова. И это будет, конечно же, тоже большая победа Украины, украинской дипломатии, всех наших переговорщиков. Следим за развитием событий и будем держать наших зрителей в курсе происходящего, в том числе и благодаря вам. Игорь Петренко, большое спасибо, доктор политических наук, эксперт аналитического центра Объединенной Украины. Игорь Петренко был с нами на прямой связи. Игорь Петренко